Здравствуйте, уважаемые телезрители! В гостях сегодня у нас Кристина Карапетян. Наверное, Кристина уже можно говорить, экс-волейболистская или все-таки? Экс. Шансов нет, да, что вернешься? Нет, вообще нет. Такой флешбек можно сделать где-то полгода назад в Таразин? Я, можно сказать, стал свидетелем вашего последнего матча. И после этого уже были новости о том, что завершаете карьеру. Никакого сожаления, что так вот все закончилось и все, больше не игру. В тот момент, когда получила травму, ну, еще раз, было сожаление, что опять восстанавливается. Я думала, на самом деле, что все гораздо серьезнее, потому что опять было это ощущение, что нога вылетела. Но на МРТ не так все серьезно оказалось. Потом, когда уже домой приехали, ну, я была настроена вернуться, я реально была настроена вернуться. Но колено не позволяло. То есть оно меня даже в покое беспокоило. Боли где-то, защемление идет. Потом я попала в больницу на скорой с фолликулярной кистой, у меня разорвалось. То есть это еще 10 дней без нагрузки. И я так понимаю, что у меня восстановление откладывается, откладывается. И как бы было огромное желание вернуться. Прям вот хотела все положить как на кон, да, вселенную, чтобы она мне дала возможность доиграть этот сезон. Но ответив себе на вопрос, для чего мне нужно было это сделать, меня просто отпустило. На самом деле, мне нужно было просто доказать всем, не себе, а всем, что, допустим, последние пару лет у меня спад в карьере. Ну, прям конкретно, я это чувствую. И что мне нужно было доказать, что это все временно, и что я еще могу, я еще стрельну, у меня еще все получится. А потом, ответив себе, ну, окей, Кристина, ты докажешь, люди увидят, что ты еще можешь, а дальше что? Кому от этого легче станет? Люди все думают только о себе. Ну, посмотрят на тебя, ну, хлопнут ладоши, и все. И тут как-то так легко стало, и поэтому я просто с легкостью... Это было где-то в четверг, а в понедельник я уже пошла и попрощалась с командой. То есть там была... Да. Больше не буду играть. Да. Не было там консультации с родными и все такое. Нет, пару дней было такое, что я в состоянии находилась в постоянной рефлексии. Я постоянно думала, вот это молилась, плакала, не знаю, что мне хотелось все-таки доиграть. А потом, когда вот, это, я не знаю, это реально какой-то момент переломный, что все. Выдох. И в понедельник я пошла, как бы, ну, прощаться с тренером, с девочками. Как там восприняли волнуто? Потому что, ну, когда состав формировался, явно же рассчитывали на вас? Да, рассчитывали, ну, слезно, конечно, Юлия Валерьевна сказала, что будет очень не хватать, так надеялись. С Анатолием Ивановичем тоже самое, об этом поговорили. В общем, прощание было такое слезное. Мне жалко было просто уходить именно от коллектива. То есть, если до травмы, я молилась о травме, грубо говоря, когда играла в Павлодаре. В сентябре еще или в октябре я уже желала, чтобы закончился быстрее сезон. Потому что вот это вот накладки были, зарплаты нет, в составе не играю, с тренером Рамсы. И вот это одно на одно накладывается, и хочется быстрее просто из этого кошмара убежать. И вот, собственно, я сама себе эту травму накликала. И тут, когда, получается, я попала в Алмату, я увидела, ну, как бы коллектив меня прямо вот как в семью к себе вот так вот взял, обогрел, принял. Анатолий Иванович с Юлией Валерьевной вселили в меня веру, что я могу еще играть, что все, что было, пускай оно там останется. Ты супер игрок, у тебя все получится. Вот. И как бы я ушла с волейбола с хорошими воспоминаниями о нем, с теплом на душе. Не так, что фу, это там, зря я последние годы играла, и все такое. Нет. Я ушла со светлой памяти. Ну, не жалею сейчас, что вы решили. Нет, абсолютно, никакого сожаления для меня открылась совершенно иная жизнь, о которой я даже, ну, не предполагала. То есть, мне кажется, каждый спортсмен в какой-то определенный период времени задается вопросом, а что будет дальше, когда закончится спорт. Причем эта точка финишная, она может быть внезапная, ну, что чаще всего бывает из-за травмы. То есть никто от этого не застрахован. Молодец тот спортсмен, который во время своей карьеры еще где-то развивается, куда-то вкладывает свои деньги, бизнес-то может где-то строит, какие-то пути налаживает, ну, там, отступление, так сказать, да. Но я этим ничем не занималась. Да, я где-то были курсы по саморазвитию, самообразованию, даже там, ну, некоторые, на визажиста пошла отучилась, думаю, ладно, потом пригодится. Английским там параллельно занималась. Но это все не то. То есть, и не было представления, чем я действительно хочу заниматься. Вообще не было. И вот когда получила травму, я так лезла во все тяжкие. То есть, так, так, сейчас у нас фриланс, пойду я отучусь на таргетолога. А, еще СММ там в теме. И вот обучилась на эти направления, но поняла, что это не мое сидеть за компьютером постоянно. Это скучно. Я привыкла к другому образу жизни. Вот 90% спортсменов, с кем мы общаемся, они все боятся этой неопределенности, когда завершается карьера. Да, это есть. У вас было то же самое, правильно? У меня было то же самое. И на самом деле, когда я вот с Сергеем Владимировичем восстанавливалась, получается, ну, в период карантина, я не восстанавливалась в какую-то команду. Я просто, мне нужно было вернуть дееспособность своей ноге. Но вот это вот, когда нету стимула, желание, ну, перегораешь быстро. И у меня случился такой момент, буквально летом, в конце июля, я уже все, я уже не видела смысла, куда я готовлюсь. Я же с Катей Татко восстанавливалась, у нее было желание, ну, у нее есть стимул, ее в команде ждут, в ЖТСУ. Меня где ждут? Меня никто нигде не ждет. Поэтому у меня уже все опустилось, я не хочу восстанавливаться, я не хочу тренироваться. Сергей, говорю, Сергей, давай поменяем тренировки так, будешь, говорю, из меня делать фитоняшку. А потом приехали, как раз был эфир в Астане, вот, по поводу задержки заработной платы. Мы там с Лерой встретились. И вот Лера сказала, ну, попробуй, ну, что тебе стоит, позвони в Караганду. Ну, на небольшие деньги сезон перекантуешься, там дальше видно будет, ты, говорит, еще заиграешь. Как-то вот ее слова до глубины души зашли, что, ну, буквально через неделю я позвонила Нурлану Латовичу, мы с ним договорились о том, что я приеду в Караганду. Но потом все это сорвалось, потому что у них там рокировки произошли. Девушка первый темп, вот, тоже повредила колено, им нужен был, больше был первый темп, чем доигровщики. Вот, и, как бы, в этот момент думаю, ну, ладно, ну, опять все закрылось. Миша говорит, ну, давай в Алмату попробуем все-таки. Ну, что тебе терять? Ну, ладно, попробовала в Алмату. И вот, когда уже с Алмату, ну, вот вообще, в принципе, с волейболом все завершилось, я думала, чем я сейчас буду заниматься. Пойду на йогу, наверное, ну, и думаю, начну себя восстанавливать. Начну заниматься своим здоровьем, а там дальше видно будет. То есть какой-то багаж, ну, какие-то денежные средства у меня есть, ну, накопила я за моменты, когда играла. То есть я сейчас живу, грубо говоря, на эти запасы и просто вот так вот хапаю, извините за жаргон, информацию отовсюду. Вот у меня просто такое ощущение, что когда я занималась волейболом, я вот остановилась в развитии, то есть, ну, ничем так особо не интересовалась. А сейчас его нет, появилось много свободного времени именно от тренировок. И я вот эту пустоту забиваю вот всеми интересными для меня сферами. И вот мне кажется, просто не нужно вот прям так бояться вот этой неопределенности. Нужно просто довериться миру и, ну, как-то успокоиться и послушать себя, чего хочешь. Может быть, в детстве когда-то какие-то желания были, но тебя на корне обрубили. Может быть, просто вспомнить. Я не знаю, мне это пришло через медитации, через какое-то спокойствие. Вот то, чем я сейчас занимаюсь, куда я иду. Я вот не могу не спросить, занимаясь, точнее, играя в волейбол профессионально в Казахстане на протяжении своей карьеры, можно сделать так, чтобы у тебя было относительно безбедное существование после завершения карьеры? Можно. То есть, это реально зарабатывает настолько хорошо, чтобы потом уже особо не заморачиваться, скажем так? Да, конечно, это реально есть в казахстанском волейболе, хорошие зарплаты в топовых клубах. Я не знаю точно конкретные суммы, но об этом знаю. То есть, это как-то, ну, все говорят, Алтай, ЖТСУ, хорошая зарплата. Это как-то даже Ермеком Ербековичем обмолвался о том, что про, помните, про, как, где-то воду, снег топили, чтобы попить воды, а на эти деньги можно, там, зарплату один игрок из ЖТСУ получать. Что-то он такое писал. А сами смотрите волейбол сейчас? Потому что нет такого, какого-то горького чувства, когда видите волейбольные матчи, когда другие играют. Вообще спокойно. Когда есть время, я смотрю. Ну, вот, допустим, женский волейбол я смотрела за весь тур, наверное, всего два раза на две игры попало. Мужской волейбол не смотрела, потому что мужа посадили на замену, тоже не знаю почему. Ну, я думаю, ну, смотрю, нет в составе, все выключила. Ну, так просто идет фоном, даже без звука я просто смотрю. Есть на площадке? Нет. Нет, если есть, то звук погромче, смотрю внимательнее. Если нет, то так просто фоном идет. Вот небольшой автобус, по вашему мнению, три лучших игрока в женской национальной лиге и мужской. Только Мишу не называйте, это нечестно. Женская, Сана, Сара и Паласио. Ну, это, по крайней мере, я по прошлому сезону помню. В этот сезон я так, ну, как... То есть с ними через сетку не стояла, а со стороны смотреть это совершенно другое. А у парней? У парней вариводин, так, хандролин и, ну, фартов, пусть будет. И Миша вне конкурса. Ну, Миша, да, Миша файворит. Окей, еще вопрос такой, когда мы с вами договаривались об интервью, сказали, мне нужно посмотреть свой календарь и когда получится. То есть сейчас у вас не так много свободного времени. Да, у меня из-за учебы, у меня вебинары постоянные. То есть онлайн, дистанционное обучение, в Москве же я прохожу. И оно очень сильное, и как бы не хочется ни один вебинар пропустить. Поэтому вот я посмотрела календарь. У меня вот на этот момент не было никаких встреч, вебинаров. То есть у меня еще по понедельникам и средам у меня занятия в модельной школе. Вот, кажется, с понедельника по субботу у меня по утрам тренировки. И дальше я уже так расписываю свои планы. Еще один момент надо тоже отметить. Миша, это Михаил Устинов, игрок волейбольного клуба «Буря есть». Супруг Кристины, может быть, кто-то не знает, потому что в Инстаграме его фотографий не очень много. Да, да. Почему так? Он не любит фотографироваться? А это как-то… Нет, он любит. Я просто вам больше скажу. У нас в телефоне даже нет совместной фотографии практически. Но как-то, я не знаю, мы не фоткаемся почему-то. Я не знаю, как это сказать. Чем объяснить. Так получается. Так получается, да. Никто не обижается на это. А есть желание каким-то образом в спорт вернуться? Есть же любительские соревнования. Какой-нибудь пляжный волейбол, может быть, триатлон какой-нибудь. Или нагрузку уже не хотите давать телу? Я не хочу, да, нагрузку давать колену больше. Я все. У меня здоровье важнее. Именно сейчас я хочу заниматься физической культурой, которая здоравливает, а не спортом, который губит. Ну, а какие физическая культура? Есть очень много таких вещей, которые для любителей именно делаются в плане спорта. Ну, волейбол нет, не хочу. Я вот завершила карьеру, да, получается, я оставила заработок, чтобы сейчас идти бесплатно играть где-то на любительском уровне, нет. А тренером? Нет. Детским? Нет. Все, нет. С волейболом вот это как-то получилось спонтанно, резко и прям конкретно. Я не думаю, что я захочу через какое-то время даже любительский волейбол играть. Летом хорошо где-то там вот так вот в дыр-дыр поиграть на пляже. Это может быть на прямых ногах, где никуда перемещаться не надо, где нет какого-то результата, еще чего-то так. Шутки ради, а чтобы прямо конкретно участвовать, тренироваться, нет. Татуировки? Татуировки пока нет. Не могу не спросить про татуировки, потому что они яркие, может быть, самые яркие во всем казахстанском волейболе. Ну, у Ксюши, помните, была посущая, у нее рукав такой был. Вы не хотите такого рукава себе сделать? В такой нет. Вот такой я не хочу рукава. Вообще есть проект у нас Сергея Сизоненко, татуировщик алматинский. Мы с ним были на связи с ноября, то есть был проект тоже. Но он хотел, он портретист, и он хочет портрет мне на руку. И что-то, я говорю, я хочу что-то в тематике космоса. Он подумал, космос – это планеты, ракеты и космонавты. Я говорю, нет. Космос – это Будда, чакры, это хилинг, вот это вот все что-то энергетическое, то есть высшее. И говорю, какую-то девушку у себя на руке я носить не буду. Говорю, меня. Давай, ну, типа, если портрет, то можно меня делать. В общем, сделал эскиз. Тона это будут темно-синие, такие фиолетовые, ну, что-то в общем такое темное. Вот. Но все равно, он недоработанный. И вот сейчас мы в четверг встречаемся. То есть мы с ним уже, как сказать, ну, мы по телефону разговаривали, по инстаграме общались. А так у нас будет очная встреча. И мы обо всем договоримся. Но я не думаю, что это будет завтра татуировка. То есть в четверг мы встретились, в пятницу все, я села, и мне начинает забивать руку. Я думаю, что мы с ним договоримся о том, отложить этот проект, ну, как бы его пусть он выполняет, когда у него будет свободное время, отложить до осени, наверное. Потому что в модельном бизнесе начинается сезон весна, лето, осень. И так как, как бы, я только начинаю, вряд ли где-то, может быть, с татуировкой я буду нужна. Вот. Ну, как бы, одна есть, это понятно, но она закрывается, а руки, они все время открытые практически. То есть мы посмотрим, если у меня попрет в модельном, то рукав еще на какое-то время отодвинется. А если нет, то буду делать рукав. Что означает вот всегда интересно? Это как бесконечное возрождение, что, то есть, ну как, смерти нет, что за каждым, за каждым падением есть взлет, что-то такое вот. Из пекла возрождаешься, все время становишься сильнее. И вот надпись наверху, я сначала сделала две татуировки в Павлодаре, это надпись. И вот у меня на правой ноге мячик, там еще узоры и звездочки. Надпись означает «Освободи свой ум, следуй за сердцем и живи без сожалений». А феникс, он получился вообще спонтанный. Я с Мишей пришла к татуировщику, он себе делал рукав. И вот этот вот звук машинки, вся атмосфера картины этого художника, ну тату-мастера. Мне захотелось тоже что-то сделать, но я не знала что, и не знала где, и не знала как. Но как-то вот пришло, что это будет феникс, это более женственно, чем черепы, змеи, там, розы. Цветы вообще не люблю, если честно. Насколько я знаю, из-за этой татуировки на соревнованиях они были проблемами, потому что большая татуировка, это была в Японии или где, что там было-то в итоге? В Японии, значит, с татуировками нельзя ходить в общую баню, в общий бассейн, в общий тренажерный зал даже, по-моему. Для них это как какая-то мафия, якудза, что-то с этим связано. То есть эти люди ходят отдельно, татуированные люди ходят отдельно. Маленькую татуировку можешь пластырем заклеить где-то, но мне сколько пластыря нужно. Мы с Радмилой Береснилой благополучно все, вот эта баня какая-то была, нас туда не пустили. Но мы очень порадовались, что нас туда не пустили, потому что в Японии принято в этом бассейне в каком-то, они все сидят, тетеньки абсолютно голые, вот так вот рядышком все. То есть с татуировкой нельзя, а голенькими рядышком сидеть это можно. Ну и мы думаем, хорошо, что мы туда не пошли. Вы не пошли в баню к кикудзе, да, тоже? Нет, мы пошли в номер. Часто попадаются немножко неадекватные подписчики? Не часто, но бывают. Где-то, может быть, два человека на 50 найдутся. Такие, которые прямо, не знаю, что ими двигает, что они там либо такие вопросы задают, либо пишут непонятно что. Очень много у вас подписчиков стало после азиатских игр в Жакарте, правильно? Что там произошло? Просто такой рост был, мы не знаем. На самом деле я не знаю, почему мой ролик стал вирусным. Это была игра, я не помню, по-моему, с Кореей. Я потеряла подачу. Потеряла подачу, зашла в площадку, скорчила несколько гримас там вот таких, с Шапраной Вячеславом Николаевичем, там чуть попререкался. Ты мастер спорта, и ты теряешь подачу. Ага, я что-то вот типа такого ответила. И вот этот ролик, он завирусился, его начали все постить, и подписки, подписки, подписки расти. Я не знаю, что там такое. Вот из-за этого ролика все началось. Причем ролик этот мне сделал Серик, он в ЖТСУ как отвечает за фото, видео, за введение аккаунта. Мне просто сделал, отправил, и я его выложил. И вот стрельнул. Первое утро. Так, второе утро уже. Огромное количество подписчиков. Да, и они растут, растут. В Директе плюс постоянно 99, или там как, больше 100, или там когда... Просто я не могла его расчистить несколько дней. Я смотрю, обновляю, плюс тысячи, плюс еще тысячи вот этих подписчиков растут. Я на самом деле вообще не понимала, в чем дело. Вспомнил, тоже была одна история недавно. Собирались судиться с врачами. В чем там была проблема-то, и как она решилась? С врачами? Да, то есть какие-то фотографии, еще что-то. А, да, я поняла. Проблема-то была в том, что, как мне рассказала соседка по палате, что просто пока я находилась в отключке после наркоза, естественно, я была голая, потому что, ну, операция была на животе. И медсестра, или, да, она подходила, вот так вот раскрывала, и к своим коллегам показывала татуировку. Вот. Вот такая дикость была. Ну, как бы я смело предположить, что, может, кто-то из них фотографию сделал. Может, и сделали, просто никуда не стали выкладывать. Не знаю. Ну, вы ловали в больницу тогда экстренно, да? Экстренно, да. И операция тоже была, соответственно, экстренной. Да, и очень боялась. Это, наверное, самое страшное, что вот, за что я боялась так последние много-много лет. Обычно, как бы, ну, нет такого страха перед операцией, вообще, особенно если это какая-то частная клиника. А тут, ну, потому что все время, когда мы ходили сдавать анализы, все врачи спали, мы их будили. Они вот такие сонные были. И я думаю, вот сейчас мне как порежут. Мне еще сказали, что инструментов для лапароскопии нет, будет полосной шов. Я говорю, я не буду делать операцию тогда. Через некоторое время говорят, инструменты появились. Ладно. И все, я до последнего, пока вот, когда уже ввели наркоз, я до последнего смотрела, следила за персоналом, что они делают, чтобы, ну, не навредили. Было очень страшно. И я просто потом поздно опомнилась, когда я подписывала больничный вот этот лист. Там был такой пункт, что есть ли претензии к врачам. Ну, я подписала, что претензий не имею. И уже потом дома, думаю, надо было этот момент как-то обсудить с главврачом. Ну, там извинились или как-то там замяли? Да, замяли. Мне там до сих пор с этой больницы не выдали гистологию. Ну, обычно, когда такая операция происходит, берут, ну, как бы на гистологию отправляют. До сих пор у меня нет результата. Думаю, ну, об этом-то и тем более не стоит вспоминать. Окей, если посмотреть не в прошлое, а в будущее. А с какой страной связываете свое будущее? Может быть, хочется выехать куда-нибудь в экзотическую страну или же куда-то, где еще не были? Допустим, жить в ближайшее время я уже настроена в Алма-Ате. Вот, я хочу здесь взять квартиру. То есть, если до этого у меня не было четкого понимания, где я хочу бросить якорь, так сказать, да, то есть сейчас это понимание появилось, это Алма-Ата. А в странах я хочу побывать, конечно, я опять хочу уже в Индонезию, но я хочу на Бали. Вот. Ну, во многих странах хочется просто сначала побывать, прежде чем туда переезжать. А почему Алма-Аты? Что здесь такого? Много где были, жили и смотрели. Почему ты не Алма-Аты? Мне нравится климат, мне нравятся горы, мне все здесь нравится. Это вот место, мне здесь хорошо. Я родилась в местности, где тоже есть горы, причем они не отличаются от этих ничем практически. Ну, просто там холодно. Сейчас бабушка пишет, минус 50 у них ночью, минус 40 днем. Вот я там родилась. И вот меня Алма-Ата чем-то родину напоминает, именно вот этими горами, так красотой. Окей, еще один вопрос, ну, точнее, не вопрос. Все-таки зрители у нас хотят обратную связь получить, какое-то, может, пожелание на путстве, еще что-то. Какая-то жизненная мудрость от Кристины Карапетян, тем, кто сейчас следит за спортом казахстанским, в эфире нашего канала? Ну, в первую очередь нужно заботиться о себе, приводить в порядок свои мысли, потому что именно с наших сегодняшних мыслей начинается наш завтрашний день и вся наша жизнь. И нужно стараться жить и получать желаемое через расслабление, а не путем сопротивления и напряжения. То есть так учат в йоге, и это правда, так лучше получается. Так тело, например, становится гибче. И в жизни так гораздо проще добиться желаемого, когда ты плывешь по течению, но не как лист на ветру, например, там, кораблик, а просто ты не барахтаешься руками, а вот следуешь этому. Вот такое пожелание, да? Да. Спасибо вам, Кристина, что пришли к нам сегодня в гости. Желаем удачи уже не только на волейбольной площадке, но и в других сферах. И побед вам не только в волейболе. Благодарю. Это была Кристина Карапетян, экс-игрок национальной сборной Казахстана. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...